Аллилуйя, Церковь Божия! Очень слабая. Аллилуйя, Церковь Божия! Мы же стоим перед присутствием Его. Аминь. Но я верю, что Он здесь. Аминь. Так как Он любит нас очень сильно, Он желал. Он сегодня иметь встречу с нами. Он пришел, когда еще нас не было здесь. Он смотрел на каждого из нас. Он послал мысли. Он в нас говорил, поспеши. Я хочу с тобой иметь общение. Я хочу что-то изменить. Я хочу что-то немножко добавить к тому, что ты знаешь. Я хочу что-то новое делать в твоей жизни. Но вы, естественно, не случайно. Правда? Он нас любит так сильно, что одна же Он послал Сына Своего, который пришел на эту землю и отдал свою жизнь. А Библия говорит, умирая на Голгофе, Он видит каждого из вас. Вы знаете, Он не согрешил. В Нем не было грека. Но тем не менее, на Него смотрели, как на грешник. Унижали Его. Его мучили. Все это для нас. Для того, чтобы сегодня мы радовались вместе с ними. Аминь. Я извиняюсь, если я скажу такие слова. Мне очень нравится, когда я говорю о Господе, чтобы не только, знаете, вот просто были слова. Просто мы общаемся. Но мне нравится, чтобы я его чувствовал. Чтобы я переживал его внутри. Я думаю, что некоторые люди понимают, о чем я говорю. Я не просто прихожу, чтобы говорить это слово его. Я прихожу, чтобы он говорил через меня. Чтобы он что-то делал особое внутри меня. Потому что это слово не только вам. Не только тебе, брату. Не только тебе, сестре. Это слово мне сегодня. Это слово должно меня изменить. Это слово должно что-то делать со мной. Это слово должно открывать мне глаза, чтобы я видел, куда я иду. С кем я хожу. Нахожу ли я на правильный путь или нет. Поэтому, конечно, пусть Бог нас благословит, чтобы наши сердца были открыты. И мы могли принять то слово, которое он сегодня приготовил. Для меня и для тебя, брат и сестра. Давай помолимся. Отец, небесный, мы благодарим тебя. Мы приближаемся к престоле благодати. Отец, мы доверяем слову твоему. Мы знаем, что ты здесь, Дух Святой. Дух Святой, наполни сердца. Наполни, Господь. Удали всякое препятствие. Ведь ты верен словам своим. Ты обещал, не оставлю, не покину. Мы приближаемся к престоле благодати, зная, что Господь, ты ожидал нас. И это есть воля твоя, Господь. Наши сердца открыты, Господь. Чтобы согласоваться с тобой, Господь. Да, Господь, слово твое дает жизни. И я верю, что через это слово, Господь, жизнь войдет в нас. Ты утвердишь, утвердишь, Господь. Кому-то здесь, Господь, ты поднимешь. Кого-то, вернее, ты поднимешь, Господь. Кому-то ты скажешь, Господь. То, что будет менять его с этого времени, Господь. Посмотреть по-другому. Спасибо тебе, Иисус. Будь прославлен. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тема моей проповеди сегодня – это молитва и вера. Я просто размышлял немножко вот над тем, почему всегда Иисус обращал внимание тем людям, обращал внимание этих людей, которые слушали Его о том, что молитва с верой может что-то делать. Например, мы видим, что в Евангелии, в Луки, 18 глава, с 1 по 18, по 8 вернее, он говорит о вере в конце, но в начале он говорит о молитве. Я почитаю это, потому что это очень важно размышляя над тем, я видел, что молитва связана с верой, или вернее, вера связана с молитвой. И сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унивать. но когда я читаю восьмой, что я дойду, но я почитаю немножко больше, говоря, в этом городе, в одном городе вернее, была судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, я защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Восьмой стих. Сказываю вам, что подаст им защиту скорее. Но Сын человеческий, придя, пришедет вернее, найдет ли веру на земле. Но Сын человеческий о себе он говорил. И Иисус давал себе вопрос, когда я приду, найду ли я веру на земле. Но почему-то он говорил о молитве. Почему-то он говорил о молитве вначале. Вы знаете, если вы читаете Псалом, я думаю, Апсалом 77. Библия нам показывает о народе Божьем, которые они были вооружены для битвы. Но вдруг, когда они оказались перед битвой, они отступили назад. Аминь, я говорю о народе Божьем. я говорю о том народе, который знал Бога. Но и другой вопрос, как они знали Бога и они отступили. Не забудь, мы говорим о молитве и вере. Какие у них были отношения с Богом, чтобы они потом отступили. Но если ты почитаете все, или вы почитаете вот эта вся глава, вы увидите, что что-то происходило. Бог делал много для этого народа. Он заботился о них, он насилил, он показывал им его славу, он провел их через воду. Но посмотри, когда они были перед какой-то боем, они сдались, они отступили. и Библия говорит, что они забыли от дела его. Вот когда я читал это место, что-то пришло у меня в голове, я думал о том, что а вот молитва, молитва это общение с Богом. Насколько они общались с Богом. Но мы видим, что народ Божий, когда они шли, они часто говорили, Моисей, ты говори с ним. То есть у них не было времени для молитвы, для общения с Богом. У них не было времени, чтобы познать Его. Они смотрели на Моисей, на место того, чтобы смотреть на самого Господа. Конечно, есть люди, среди них, которые всегда искали Бога, как Иисус Навин. Потому он был уверен в Боге. Даже мы помним, когда Моисей их послал, 19. И мы можем понять, что произошло. Они все пошли, они все одинаково видели, но эти два имели надежду на Бога, потому что они общались с Богом. Потому что они были в молитве с Ним, в общении с Ним. Они познавали его характер через молитву, что сегодня мы не видим так. К сожалению, в последнее время очень много поверхностей молитвы. Мы не углубляемся, мы не стараемся услышать его. Нет времени, нет времени общаться с ними. Вот как они. А вот вы знаете, вот есть какая-то закономерность. Тем меньше вы общаетесь с Богом, тем больше грек приближается к вам. Тем легко вы слышите дьявола. Чем легко вы соглашаетесь с ним. И тем меньше ваша вера. тем больше вы общаетесь с ним, что Иисус нам показал. Библия говорит о том, что он уходил, он ночь уходил, он имел общение с отцом. Вы можете представить Бог во плоти. Он нуждался в общении с отцом, то есть он молился отцу. И таким образом отец говорил с ними, он знал всегда, что отец хочет. Общение с Богом укрепляет вашу веру. Ведь если посмотреть, вера это что? Осуществление ожидаемого. отчего вы ждете, если вы не знаете, что Бог хочет, чтобы вы ждали. Я немножко хочу рассказать о том, я недавно приехал из Африки, у меня была группа, мы поехали в Африку, с Флорида, из Калифорнии. И вы знаете, что интересно? каждую ночь где-то между 2 и 3 часа утра Господь меня будил. Вы знаете, мы приезжали, я так был уставший, я шел в пат, но в это время все равно я должен был вставать. Как будто кто-то меня так толкнул. И я начинал молиться. И так как у меня команда была, молитвенная команда, я их шел, после того, как я помолился немножко, я пошел, я разбудил их, я сказал, давай, вставайте, пока вы спите, дьявол воруют там души, давай будем молиться. Они вставали, хотя я знал, что в 7 часов нам еще нужно молиться со всеми, кто там был, со мной. А вы знаете, удивительно, как Бог действовал. Я вам говорю правду. То есть мы были на служении, я могу слышать, когда Дух Святой говорил, молись за этого человека, вам говорю. И все свидетельства о том, как они Бог просто их использовал. Не, не потому, что мы были особенно, или я, или кто-то из нас, но потому, что в это время мы понимали, что это важно дать Богу место. О, если я могу так жить все время, постоянно быть в Его присутствии, общаться с ними, позволять Ему меня научить, а ведь это только через молитву. услышать, что Он скажет, познать Его, немножко понимать, как Он мыслит, как Он говорит, что Он желает. А наши дни были бы по-другому. По-другому были бы наши дни. Я реально видел, когда я просто стоял, и Господь мне говорит, молись для этой женщины. Я дам детей. И я сказал, а кто нуждается в том, чтобы Бог благословил его с ребенком, но те, которые не могут рожать. И выходили люди. Я не знал, что они там были. Выходили. и я молился, я верю, я знаю, что Бог, который говорил, Он это сделает. Но не только потому, что я молился, но я имел уверенность в том, что раз это Он, значит, так и будет. Я-то не исцеляю, я-то не даю детей, но Он дает, Он может. И эта уверенность, это была через молитвы. О, братья и сестры, как важно сегодня, чтобы мы могли ценить общение с Богом. Вот я так понимаю, что растет наша вера, когда мы пробиваем Его присутствия в молитве, в течение слова. Но я сегодня больше хочу говорить о молитве. Я даже размышляю над тем, как Авраам называется Отец верующий, то есть Он Отец веры. И я думаю, Господь, не было этого слова, у Авраама не было этого слова, которое у нас есть сегодня. А как он поверил в общение с Богом? Как ты сможешь иметь веру, которая произведет что-то особое в общении с Богом, в молитве? И если вы будете, не знаю, если это правильное слово, культивировать ваши молитвы или развивать ваши молитвы, ваша вера будет развиваться. Она будет крепкая. Не в размере веры, но в том, насколько эта вера связана с Богом, потому что сам Иисус сказал, если вы будете иметь малую веру, вот ваша вера будет как горчицинка, малая горчицинка, да, горчицинка, я вижу, такой маленький, такой, но если вы будете иметь такую веру, вы сможете сказать горе, двигаться того места, где находится и бросать, в другое место и так и будет. То есть, в самом деле, для того, чтобы иметь веру, особенно сегодня, так как у нас столько горя сегодня, столько проблем сегодня, все, что происходит в этом мире, нам нужно культивировать наши веры. Нам нужно развивать наши молитвенные жизни. Нам нужно находить время быть с ними. Ведь именно те, кто ищут его, он с ними общается. Молитва. А без молитвы никак невозможно побеждать. Вы знаете, вот, как часто, я думаю, что не только со мной это происходит, как часто дьявол приходит и начинает рассказывать всякие вещи. И я начинаю смотреть на то, что я вижу, то, что происходит. И даю себе вопрос, ну а как сейчас, ну что делать? И знаете, в это время как-то внутри теряю надежду. А когда я приближаюсь к престоле благодати, когда я иду к Богу на молитве, когда я ищу Его, когда я взываю к Нему, я начинаю слушать. Он говорит, слушай, все будет в порядке. Я Господь, я даю жизнь. Я устраню эту ситуацию. Я помогу тебе пройти этот путь. Я дам тебе победу, доверясь мне. И тем больше я прибиваю в Его присутствии, тем больше уверенность приходит. Даже когда стоят перед тобой люди, которые говорят тебе, знаешь, вот, но они просто показывают, что все, у тебя не получится. И в это время, потому что ты с ними общаешься, он начинает с тобой говорить. О, я видел такие вещи, когда Дух Святой просто давал мне уверенность. Он сказал, молчи, не говори ничего. А в это время у меня все кипело, я думаю, я должен что-то сказать, Дух Святой сказал, не говори, остановись, не говори, дай мне место. И знаешь, так с трудом, но я говорю, да, Господь. А результат удивительный. Господь просто так провел, и в конце концов, Господь показал, настоящее лисо дьявола у этих людей, они потом поняли, вау, мы здесь неправы были. Но ведь если я говорил и не услышал его, а часто мы не можем его слушать, потому что мы не знаем его голос. это это человек, который оказался на моле, а кто-то зовет его имя, он не знает, но если ты знаешь голос этого человека, я могу сказать, допустим, ну, я даю пример, потому что я Юра знаю хорошо, он если кричит, где-то много людей, он кричит, я скажу, о, я слушаю голос Юры, я начинаю искать Юра. А если ты умеешь слушать голос Божий, а ты не можешь слушать голос Господа или Духа Святого, если ты не пробиваешь присутству его в молитве, а это означает, что раз ты не можешь слушать, ты не поймешь, как тебе быть, а вот в самом деле, если посмотреть, вот вера, о которой мы говорим, это доверие Богу, когда ты знаешь, что Бог ответит, Бог будет действовать, Бог что-то будет делать для Его славы, когда ты знаешь, что я попрошу отца, отец ответить, Иисус имеет уверенность, я бы сказал, он имеет веру, настоящую, Божью веру, если мы имеем веру, и мы развиваем нашу веру через молитву, нам легко будет пройти этот путь земной, что я имею вверху, это не значит легко физически, но всегда ты будешь знать, что он с тобою, что результат всего, что происходит, будет то, что он решил, потому что ты доверяешь ему, а невозможно доверять ему, если ты не проводишь время с ним, аминь, так ли? Я думаю, что мы сейчас приближаемся к концу, я хотел просто сказать одну вещь очень важную, если у вас нет веры, вы не можете угодить Богу, если у вас нет веры, вы не можете угодить Богу, а верить в Господа, и вообще не с Ним, мы получаем эту веру, и сегодняшний мир, без молитвы, и без веры, мы не можем побеждать, мы не можем побеждать без веры, без молитвы, а они так связаны друг с другом, что если мы будем молиться Богу, у нас будет вера пройти этот путь победы, давай помолимся с